Вы только не смейтесь, но в России, кажется, действительно обиделись на Запад. Обиделись, потому что, ну как же это так? А когда Российская Федерация угрожает ракетно-бомбовыми, ядерными и неядерными ударами по европейским городам, то это вроде бы как норма. Но как только в НАТО все это услышали, проанализировали и приняли соответствующее решение, а решение это размещение ракет «Тамагаф» в Германии, то там в московском царстве, недогосударстве, начали рисовать обратные мультики. Что это такое? Давайте-ка я напомню. Значит, несколько лет назад Путин показывал, как его ракеты, естественно, не имеющие аналогов, летят на Вашингтон. Бомбить, да. То теперь схемы рисуются другие. Совсем другие. Для понимания, в зоне досягаемости американских ракет окажутся российские объекты государственного и военного управления, промышленные центры, оборонная инфраструктура, в том числе инфраструктура ядерная. Подлетное время американского «Тамагафка» ровно 10 минут. На этой схеме мне очень нравится, как под удар «Тамагафков» попадает украинский город Севастополь. Да, оккупированный, соответственно, мы американцам выдадим разрешение с открытой датой использовать свои ракетные и не только ракетные системы для уничтожения российских солдат, и не только солдат, и офицеров, да, на украинской земле. И тут возникает логичный вопрос. А кто все это наделал? Ответ очевиден. Владимир Путин, он же кремлевский маньяк, который так требовал еще два года назад, чтобы НАТО сократилось, чтобы Украина, как это, разоружилась и подняла лапки перед российскими нацистами. Ну а теперь вот они рисуют схемы, как прилетит в Санкт-Петербург, Ярославль обязательно в Москву. Оля, конечно же, Самара, Казань, Саратов, ну что Саратов? Саратов, да, но в первую очередь Энгельск. Многое изменилось, и это прекрасно. И если пропаганда пытается выдавить из себя еще вот это вот стремительное российское наступление, и мы тут скрывать не будем, у них есть тактические успехи, но эти тактические успехи, ну не сильно бьют с тем, что рассказывают по российскому телевидению. Есть у них такой военкор-котинок, ну еще та пропагандистская сволочь, какие, собственно, все остальные, такие, как Оля Скобеева, только рангом пониже. И вот ему позволено некоторую информацию выдавать эфир. Нет, по телевизору, конечно, об этом говорить нельзя, но в ТГ написать можно. Что пишет военкор-котинок, темпы нашего продвижения замедленлись. Медленно Донецка на запад ползем, жабьями прыжками наползут. Это тоже мы должны зафиксировать. Понятно, продолжает Котинок, почему замедление? Людей нет. Уровень потерь очень и очень высокий. И вот на этом моменте давайте-ка подпишемся на мой YouTube-канал и продолжим называть вещи своими именами. Мы делаем так, а пропаганда российская ищет победу, ищет прорыв. Она хочет, чтобы украинская оборона посыпалась. Русские в ближайшее время освободят Донецкую область. Аптиаронович, тот факт, что в ежедневном режиме действительно небольшие, но все-таки населенные пункты забираем себе, может нам позволить говорить, что у ВСУ посыпалась линия обороны? Может быть, я когда-то не поленюсь и за последние две недели сделаю такую подборку, как часто прозвучала эта фраза посыпалась оборона? Вот вроде бы она должна вот уже посыпаться, но что-то не получается у российской армии. И меняются настроения, между прочим. Да, все чаще и чаще звучит слово переговоры, в том числе там, на болотах. То есть, агрессивные российские нацисты говорят о том, что они, в принципе, готовы договариваться. Что пишет по этому поводу Котенок? Для тех, кто не понимает, наступать неким физически. И тут мы сразу понимаем, почему российских солдат теперь можно на законных основаниях сажать в яму. Мы прекрасно понимаем, почему не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге бонус, не путать с анусом, для российских солдат, подписавших контракт на военную службу, увеличен до 1,8 миллиона рублей. Потому что наступать неким физически. Об этом пишет этот товарищ Котенок. Истощилась живая сила. Все это с учетом того, что некоторые военачальники стараются подогнать результат к необходимым датам. Кто бы мог подумать, что такое творится в российской армии? Это же вторая армия мира. Но какие даты? Россияне вы уже не успели. Ну или отрицательно успели. Как вам угодно. Вы хотели парад за три дня, а парада не будет вовсе. Хотя, может быть, будет, но на Красной площади. Мы посмотрим, какую съемочную группу отправить, запечатлеть этот исторический момент. Что пишет еще Котенок? Все понимают, что к концу года есть вероятность начала договорничка. Пытаются успеть. Ну, он там пишет о ситуации на некоторых направлениях. Значит, что особенно забавно. На Харьковском отбиваемся с тяжелыми потерями. Липцы, Волчанск, ползем на Сватово-Купинск. На днях взяли Песчаное, Запорожье и Днепр стоят. Ну, я от себя добавлю, что Запорожье и Днепр стоят там, где они стояли, и планируют делать это далее. То есть, сама формулировка, да? Отбиваемся с тяжелыми потерями. И это прекрасно. Вы слышали эту фразу? Договорничок, да? А договорничком называют это мирные переговоры Владимира Путина. И за это его частенько критикуют. Фраза, или вот это словосочетание договорничок, это же из лексикона террориста Гиркина. Мол, Путин надеется на договорничок. Ну, пусть надеется. Но даже Аптиаронович Лаудинов, будущий гауляйтер Москвы от Рамзана Ахматовича Кадырова, говорит, что нужно рассчитывать не только на военные силы. То есть, мы в этом плане не должны полный акцент делать чисто на вооруженные силы. И надеяться, что мы вот разом сейчас возьмем и дойдем до, скажем, польской границы, и вопрос будет завершен тем, что мы будем заключать соглашение там с кем-то из европейских стран. Решение основное, в принципе, все равно оно за Америкой, потому что бенефициаром этой всей компании является Америка. Она является хозяином как Европы, так и Украины. И, естественно, надо очень большой объем работы делать непосредственно с хозяином этих всех событий и компании. Ну, то есть, надо дождаться, кто будет хозяином в США, потому что в США самих сейчас побеседовать тоже, к сожалению, не с кем. За такие выражения Ольгу будут гнать обратно в Волгоград с центрального телевидения. Но что она делает? Она четко фиксирует, что Путин и ЛО, да? Она фиксирует вторичность российского государства в этой войне. Ну, вообще-то, Путин же объявил войну Западу. Мы помним, да. Сокращайся НАТО до линии 1997 года. Но теперь они ждут с придыханием завершения избирательной кампании в США. Мы тоже ждем. Но, извините, мы никогда не называли себя вторая армия мира. И если откровенно не планировали освобождать Краснодарский край. Хотя сейчас есть разные мнения, поэтому я против. Но если потребуется, то что делать? Так вот, есть смысл вернуться к этому плаксивому тексту военкора Котенка. Он пишет, что злые языки говорят, что на одном из статичных направлений руководство приняло гениальное решение. Не забирать двухсотых, так как это увеличивает статистику потерь. А пока лежат бесхозные, числятся как живые или пропавшие без вести. Причем еще получают зарплату. Вытаскивать дают частями, дозировано, чтобы статистика не росла. К сожалению, не выдумка, а реальность. Я вам хочу сказать, там же речь идет о 25-й бригаде российской. А вообще, эту тактику, мы об этом рассказывали на этом YouTube-канале, на который вы подписаны. Первый опробовал генерал Теплинский. Он тоже сказал, что в Херсонской области трупы десантуры забирать не надо, потому что они портят статистику. И тогда наблюдатели пришли к выводу, что это помешательство Теплинского, командующего ВДВ, между прочим. Связано с тем, что его чуть не убил украинский Хаймарс, который прилетел в Геническо. Они там, ну в общем, у них там был штаб, многих убило, но самого Теплинского легко ранило. И вот опять, вот это же, опять та же история. А Оля хочет победы. Оля хочет наступать. И, как мы уже слышали, она хочет вот в обозримом будущем захватить, значит, всю Донецкую область. Но что тут интересно по этому поводу, опять же, высказался военкор Котинок. У него тут вообще просто такая правдоматка, после которой его должны просто расстрелять. Котинок, сдавайся в плен, тут тебя ждет борщ. Так вот, он тут пишет. Простой расчет. Такими темпами только ДНР, то есть Донецкой области, очистим через два года. Не до разговоров про Одессу и Харьков. Кто бы мог подумать. Да, два года, если ничего не изменится. А ведь многое изменится, причем в нашу пользу. Мне очень нравится, что Котинок где-то узнал военную тайну и написал об этом. О том, что F-16 противнику уже дали. Но пока базируются они только на западных аэродромах. Там наши пилоты, мы там тренируемся, летаем, прицелимся. Пока же американские ракеты, простите, украинские ракеты американского происхождения, выносят на российские комплексы в ПВО в Крыму и в приграничной зоне. Почему я так уверенно говорю о том, что мы уже получили эти F-16? Ну, я вам могу открыть военный секрет тоже, раз у нас тут такой день откровений. Я точно знаю, сколько самолетов помещается в F-16 в Ан-124 «Руслан». Когда-нибудь, может быть, даже вам расскажу. И это знание, оно не базируется на каких-то искусственных или теоретических размышлениях. А чисто практика. Так вот, чтобы ощутить, что вот чуть-чуть еще и украинская оборона обязательно посыпется, что пишет Котинок? Уровень ряда командиров тактического звена ниже Плинтуса. Ну, как же так можно о путинских воинах? При проведении операции эти отцы-командиры не готовят группу эвакуации. А зачем? Действительно, зачем? Легкие сами выйдут, а тяжелых мы не вытаскиваем. Какая интересная логика в российской армии. А потом они удивляются, почему им неким физически наступать. Реальность такова, что командиры не знают свой личный состав, который стремительно меняется ввиду огромных потерь. И после всего услышанного нужно быть полным идиотом, чтобы подписать контракт с Министерством обороны фашистской России. Ну, это мое скромное убеждение. Значит, Котинок отдельно остановился. Написал гигантский текст о том, что происходит на линии боевого соприкосновения в части БПЛА. Реально, очень сложно, пишет Котинок. У противника доминирование по БПЛА. Надо отдать должное. Противник инженерно многие вещи внедряет, адаптирует именно по линии БПЛА. С появлением рэп оперативно меняет частоту и так далее. Весь мир работает на них. Инструментальная линейка БПЛА у них очень и очень широкая. Значит, давайте-ка сфокусируемся на этой фразе. Весь мир работает на украинскую армию. Да, я убежден, что мог бы работать лучше. Это правда. Да, но это тоже факт. Самое интересное, что усилия западной коалиции по поддержке Украины многократно усилятся. Почему? Да вот почему. Кто это все сделает? Как обычно, ВВХ. Владимир Владимирович Путин. Баланс сил смогут. Восстановить российские аналоги томагантов. Путин сказал, что такие ракеты у России есть. Российские ракеты средней дальности могут быть размещены на Дальнем Востоке. То есть на Чукотке, Курилах и на Камчатке. Смогут нанести удары по Аляске, Гавайям и всему западному побережью Америки. Что нужно делать, чтобы это не произошло? Нужно уничтожать российские комплексы ПВО и российскую армию. И тогда, гляди, гляди, они понемножечку, понемножечку уровень своих амбиций уменьшат. Что опять же в данном случае, в части того, как весь мир работает на Украину, пишет Котинок. Котинок и внимание приводит любопытные примеры. Как это оказывается конкретно на фронте? Имеется в виду наличие у Украины БПЛА, различных типов, моделей и так далее. Группа специального назначения, пишет Котинок, идет в налет. Шокирующие цифры. Из 24 человек до позиции противника дошел один и умер, да. Два двести, остальные триста. Все от ФПВ. Наши тоже работают, но соотношение не в нашу пользу. У нас тысячи, а у них миллионы. А все почему? Потому что весь мир работает на Украину. И убедил их в этом. Не Зеленский. И даже не Залужный. И даже не Кирилл Буданов, хотя его аргументы мне нравятся очень и очень. А Владимир Путин. С помощью ФПВ они пытаются сбивать авиацию, вертолеты. ФПВ дроны противника работают уже 18-20 километров от линии фронта. И не только в новых субъектах Российской Федерации. Так они называют наши оккупированные территории. Но чтобы отучить их использовать это словосочетание, надо бить по Курской области. И да, там подстанции горят. Постоянно прилетают добро злые дроны. И насчет Курской области я не ошибся. Нельзя же только лупить по Белгородской народной республике. Так вот, как он тут пишет, что наносятся удары вглубь материковой Российской Федерации. Какое интересное выражение. Мы так говорили, когда они оккупировали Крым. Что, мол, есть Украина, а есть материковая Украина. Ну, имеется в виду без Крыма. Ну, что же это без Крыма? Без Крыма Украина быть не может. А Россия может. Почему? У них все это уже было и будет снова. Так вот, этот котенок в рамках такого анонса или пролога того, как будет освобождена Крыма не только пишет. В приграничии идет охота даже на одиночные гражданские авто. Не просто БПЛА, АФПВ, Старлинг-связь, управление, ретрансляторы восхищается военкор украинским оснащением. Сильно стараемся, но отстаем. Если кто-то думал, что сняли Шойгу, и все стало вдруг хорошо. Нет. Белоусов не волшебник. Хотя почему? Смотри, вчерашнее видео там было прекрасно объяснено, как мне кажется, что он все-таки волшебник. Он узаконил ямы для российских солдат. Что-то подобное делали в ходе Первой и Второй Чеченской войны. Соответственно, чеченцы для того, чтобы где-то хранить российских оккупантов. Тогда это называлось зинданы. И вот сейчас зинданы, они узаконены. Мне нравятся размышления этого котенка о мире. Весь мир уговаривает украинцев пойти на конец первого раунда. Тут уже не первый раунд. Первый раунд был 20 февраля 2014 года, который мы проиграли. И тогда Путин и россияне до последнего практически, за небольшим исключением, поддержали вторжение. Котенок прогнозирует, что будет второй раунд. Киеву обещают карабахскую историю. Возвращение со временем, с учетом того, что они никогда не смирятся и не будут пытаться вернуть территории. Даже если будут подписаны международные документы. Значит, что имеется в виду, как я неоднократно делал свои выводы и предположения, что что-то а-ля перемирия возможно. Но Путин требует, чтобы на бумажке было подписано, что мы отказываемся от своих территорий и фиксируем нейтральный статус. Вот этого уже не будет. Это важно и это значит, что ничего из того, что теоретически может остаться сейчас под российским контролем, никогда не будет признана российской территорией. Что по этому поводу пишет Котенок? Второй раунд может случиться через неделю, а может через 10-20 лет. Или нашим внукам это достанется. А внукам нужно быть умнее, не брать чужое, и тогда не достанется. Россия поставила условия освобождения Херсонской области полностью, включая Херсон, Запорожской области. Но Херсон нужно освобождать, переходить через Днепр. А есть еще город Запорожье. Но о том, что, чтобы зайти в Херсон снова, нужно форсировать Днепр, это не военная тайна. Котенок просто говорит о том, что Путин идиот. Но в связи с тем, что он там получает зарплату, он так четко сформулировать это не может, мы ему поможем. И далее что? Мы возвращаемся к линии фронта. Где? Тяжело, но как пишет тот же Котенок, на штурмовые группы сейчас ходят по 3-4 российских солдата. А нужен прорыв, о котором мечтает Скобеева, на глубину километров на 50. И тогда фронт посыпется. Такое впечатление, что Котенок тут заочно беседует с Олькой Скобеевой. Почему фронт не посыпется? Да тут такие интересные моменты начали проскакивать. Но не только о ракетах, которые летят в Москву. Есть же еще одни такие важные сигналы, которые на российским нацикам должны быть интересны. Не то, что это какой-то секрет, но раньше они об этом по телевизору не говорили. Ведут в пропасть, вот в чем беда. А так, между прочим, у этого дурня Макрона какие-то там ядерные заряды есть, между прочим. Вот так расскажу. И здесь, наверное, тоже вызов довольно-таки серьезный. Неадекватностью полнейшей того руководства, которое находится у руля. Теперь следующий момент. Я уж в частности зайду. Размещение ракет средней дальности в Германии. Для чего? Для уничтожения наших носителей тактического ядерного оружия. Они там ничего не попутали. А нам зачем ждать, пока ракеты средней дальности прилетят уничтожать наши носители тактического ядерного оружия? Мне вот это-то никак не понятно. Они пора искать, ребята. Первая ракета появится, наше тактическое ядерное оружие радостно сметет Германию. Я к немцам отношусь, нормально, может быть. Очень контрастно. Боярышник сносит целую Германию, а Котинок штурмует украинские позиции группами по 3-4 человека. Что-то тут не вяжется. По-моему, есть вот эта проблема между амбициями и возможностями. И российский военкорп продолжает усугублять ситуацию. Где силы и где военачальники? И почему вперед идут не полки, а по 3 человека? Потому что в условиях тотального доминирования БПЛА штурмовое накопление для прорыва невозможно. Тут уже начинают работать так, пока мы и воюем. То есть ответ Оли по поводу, когда прорыв, никогда. Нижнее офицерское звено уже приходит в себя. Здесь уже не осталось лейтенантов, пришедших за военной ипотекой, пишет Котинок. А мы добавляем, а почему не осталось? Потому что они уничтожены. Большое командование тоже пришло в себя. В основном люди слышат и адекватно пытаются реагировать на планирование операций и так далее. Генералов, людоедов почти не осталось. А вот в среднем звене лютая проблема. В полковниках и подполковниках. Кто бы мог подумать? Вот такие вот расклады. Что на этом фоне хочется сказать? Но чем больше они будут грозить всему миру, тем больше мы получим оружия и военной техники. В том числе и самолеты. И не только самолеты. Вы видите, как они истерят по поводу того, что на них в 26-м году. Не завтра, не сегодня. А в 26-м году нацелят томогавки. Истерят. Зря истерят. Дело в том, что большое количество томогавков базируются на кораблях. ВМС США. А корабли, они же такие. Если это не ЧФРФ. Они сегодня здесь. А с другой стороны, в другой день они уже где-нибудь возле Швеции, например. И все, ракеты полетели. Почему нужно разделять ЧФРФ от ВМС США? Ну, почему? Потому что ЧФРФ, он уже того, утонул. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Патреон. Называем здесь вещи своими именами. Украина была. Я и буду. До побачения.